МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, в студии працуя Александр Хамоля. Глядите в этом выпуске. Наши дети – самая добрая новогодняя акция. Сёня свято прошла в Гомельском детячем доме. Новые грамадяне краины в новом родильном доме. Установа открылась после ремонта в Лельшицах. Часовый притулок. Сёня у Гомеля открылся кризисный центр для людей, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. А зараз об этом и иншем больше подробязно. Добрачинная акция «Наши дети» протягивает деть сюда и здесь снять мары. Сёня свято прошло в Гомельском детячем доме. Гоноровые гости ранечника – помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и представники Гомельского обл. ВК «НКАМА». Подробязности в наступном сюжете. Зараз в Гомельском детячем доме выховывается 62 детятева в взросле от 3 до 18 годов. Двое из них з'являются сиротами. Батьки остальных детей, позбавленные правов, або по инших причинах не могут выконывать свои обовязки по их выхованию. За пять опошних годов в биологичные семьи вернулись от 14 выхованцев детячего дома. Те, кто застался, объединены одной мары. Стать необходными для близких людей. Детям желаю, чтобы они учились хорошо и чтобы избывали все мечты. Счастья, удачи, чтобы было много верных друзей. Всего доброго, счастья, удачи, чтобы у вас все было хорошо с детьми. У якости подарунку помощник президента Республики Беларусь Юрий Шулейко уручил к керавництву установы грошовый сертификат на набытце спортивных обсталявания и умоцывание материально-техничной базы. До того же он поведомил об тем, что до наступного научального года у дворы детячего дома з'явится спортивная пляцовка. Я ознакомился с работой его учреждения. Действительно, уникальная, очень хорошая здесь материальная база, педагогический состав. Ознакомился, конечно, и с детками, которые здесь проходят, и воспитание, и учебу, реабилитацию в том числе. Хочу сказать, что здесь много делается для того, чтобы дети полноценно развивались. На этом приемные сюрпризы не скончились. Еще один грошовый сертификат и солодкие подарунки от керавництва в области передал наместник старшине Гомельского облвыконкаму Владимир Прывалов. У отказ для гоноровых гостей выхованцы продемонстровали театрализованное представление по мотивах казки «Морозка». Евгения Кухаронок, Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Обновленный родильный дом открылся сегодня у городским поселку Лельшицы. Правда, еще до переразания червоной стушки тут приняли двух новонародженных девушек. Олег Синтеров наведал установу. А по необходимости проведения ремонта родильного отделения у Лельской центральной районной больницы сказали давно. Его открыли в 1992-м. И с того часу тут ни разу не проводились и навод косметичные работы. Справа дошла до того, что родом своим решением вымучено был закрыть местовый центр гигиены и эпидемиологии. Амаль 100 тысяч рублей выдатковали из областного бюджета. Правда, першопочатковый термин завершения ремонта пришлось и отклассе. Нормативы, які оденечили для таких установ 16 годов тому, не отправляют с участным, а тому будильники соткнулись шергом проблем. Возникали в процессе ремонта непредвиденные вопросы именно для строителей. Поэтому приходилось несколько раз переносить сроки по вводу нашего объекта. Уперед закрытия родильного дома будущих матей приходилось вести у Мазыр. Это за 75 километров от Лечиц и 150 от самой отдаленной вёстки района. У некоторых выпадках приходилось ехать и у Гомель. Раудование в неоткратных ситуациях роды проймались у самим райцентре, а ле только як выключение. Фельдшер оценивал состояние женщины и транспортировал. Если состояние было более-менее женщины стабильно, то везли в Мозырь. Если были какие-то угрозы, либо жизни женщины и ребёнка, то пациентка доставлялась в нашу больницу, здесь осматривал акушер-гинеколог, и либо роды принимались на месте, на базе хирургического отделения, либо транспортировали в сопровождении доктора в Гомельскую областную больницу. У администрации Лельской ЦРБ кажут, что на час ремонта не звонили ни одного специалиста. Медику размирковали по инших отделениях. Когда ремонт завершился, они отразу поступили до выконания своих обовязков. Первые дети, которые народились в Лельском роддоме после проведенного ремонта и обидвить девчинки, Валерия, и она обращалась в свет 23-го, Снежня и Александра, на даденный момент её и не маящий и суток. Молодые матьи кажут, что самое тяжкое при народжении детяти в инших городах немогчимость штуденного наведывания их родными. До того, что дома, как ведомо, и стены допомагают. Для Ирины Журовича это не просто слова. Двое ее попередних детей заявились на свет так само в Лельском роддоме. И она вельми сподяется, что Новый год с устроением дома. Теперь у ее семьи две дочки и хлопчик. Хотела рожать здесь, и у меня и получилось, и родила, и очень рада, что здесь дома, на месте. Олег Сентяров, Евген Макейенко, телеродокопания Гомель, Злечиц. А в Ельску сегодня святковала новоселье семья, на выховании у Якои 10 детей. Тут открылся детячий дом семейного типу. С его же хорами, юными и дорослыми познайомились наши корреспонденты. Будемство детячих домов семейного типу Гомельской области началось в 2007 году. Сначала в рамках державной программы «Дети Беларуси». Потом – державные инвестиционные программы. Свой уклад унесли и спонсоры. За их сроки в регионе побудованы практически каждый третий дом семейного типу. 370 тысяч белорусских рублев для открытия дома у Ельского выделили республиканские и областные бюджеты. Здесь более уютные, здесь более комфортные. Здесь больше детей, больше общения. С открытием дома семейного типу у Натальи и Дмитрия Логвиновых заявилось еще пять детей, которые застались без опеки батьком. Самые маленькие у великой семьи Ганне усяго один год, старейшим по 13. Батьки кажут, что дробные конфликты, как во всех семьях помеж детям, могут отбываться. Но в уголе они очень дружные. Даже выхованцами их тут никто не называет, только детям. Детям проще влезти в семью. С первого дня, когда они к нам пришли, они, конечно, не знали, как меня, вы, вы. Мои дети подошли просто и сказали, да называйте вы ее мама. И все. Дом семейного типу Ельского побудовали на территории, яка и долгий час не використовывалась. На супрась городский стадийон. Побач середняя и музычная школы. Правда, подчас новогодних каникул думать об учебе не вельми хочется. Это час подарунков и здесь не нежаданий. Особливо, когда ты живешь в утульном доме и дружной семье детьябе любят. А ко мне с букетом и с ромашек заявился дедушка Мороз и такой он мне ловец волшебный и поднес. Урожистости с нагодой открытия у Ельского детячего дома семейного типу завершаются за солодким столом разом с кировниками района. Сегодня у Гомельской области проживают 3687 сирот и детей, яке засталися без опеки батьков. Больше как 80% из них выховываются у приемных и опекунских семьях, а так само в детячих домах семейного типу. Олесин Сюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадио компания «Угомель» из Ельского района. Сегодня у Гомеля открыли первый в Украине кризисный центр для людей, яке опынулися у тяжкой житевой ситуации. Проект реализовало Белорусское товариство «Червоного крыжа» при поддержке местовых уладов и спонсоров. На врачистом открытии побывала Евгения Кухаронак. Социально-значный объект разместился в Новобелецком районе областного центра. Рашением Гомельского гарвы Канкама, будинок по улице Свердлова передали во властность областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа». За кошель сродку объединений и спонсорской допомоги тут провели ремонт, закупили необходимую бытовую технику, добро упорядковали дворовую территорию. Подтримали проект так само Гомельской епархии, управление Верховного комиссара по справах беженцев ААН в Беларуси и предприемствы города. Для Белорусского общества Красного Креста подобного рода сервис, наверное первый и уникальный, потому что это действительно собственное здание, это предоставление тех услуг тем нуждающимся, которые сегодня, по крайней мере, могут найти крышу над головой, когда с ними случается экстраординарная ситуация. Конечно же, здесь предоставляются сервисы в помощи найти в будущем работу, узнать, где ты можешь получить дополнительную помощь, всем же с медицинскими услугами. Помощь социальных служб, какие территориальные социальные службы могут помочь в какой ситуации. На площадке малю 100 квадратных метров 10 спальных мест, кухня и ванны покой. Спыниться у центра могут особо беспилного места жихарства, у тем лику вызволенные из места у позбавления воли. Притулок открыт так само для людей, которые потерпели от гвалту, развышенных ситуаций и стихийных бедств. Звернуться сюда могут и замежные граждане у складанной життевой ситуации. У середнем часовый притулок предоставляется на месяц. У наибольшь складанных выпадках до 90 ден. Это хороший пример взаимодействия органов власти и общественных объединений. То, чем мы должны заниматься, то, чем занимаются во всем мире. И я надеюсь, что такие центры будут развиваться по нашей стране. Работники кризисного центра сподзаються, что люди, яким я на сегодня, допомогут. В будущем станут волонтерами червоного крижа, и, как минимум, не отмываются вырытывать и другого человека от беды. Евгений Кухаронок, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». У «Гомеля» одражаются средневековое майстерство. Техницы витражного розпису навучают по уникальной программе у одной из гомельских школ. Частка ее выпускников оволодала майстерством профессийно и запотребована за мяжей. Работами в Ушне у незвычайной школы затекавились и выставочные залы «Гомеля». На дебютной экспозиции витражного живопису побывали наши корреспонденты. Нина Гуслянцева народилась окажа с пензлем в руце. Из детинства ведала, что будем остаком. Когда отримывала профессию, досконала, оволодала редкой техникой и витражным розписом. Праца кропотливая, но сегодня Амаль уникальная. На одну работу у таким выкона не может пойти до двух тысов. Был сделан контур. Сейчас я залью все это в цвете. И в течение двух часов работа высохнет. И, в принципе, уже можно будет завершать. Витражный розпис и ходить коронями у середневековья. Зараз его популярность у Беларуси Амаль на нули. Менять ситуации Нина вырошила 13 годов тому. С тех часов Амаль забытой технице навучает молодое поколение гамильчан. Причем там, где неколи сама рабила первые кроки в мастатстве. За 13 годов выпустила десятки мастеров. Зараз под ее крылом больше за 50 початковцев от 6 до 14 годов. Я сначала пошла в подгруппу, стало нравиться. Я нашла много друзей. И мне стало получаться. С каждым годом у меня больше становился талант. А радость, когда у меня все получилось, я закончила. И мне это все удовольствие подходит. Школа витражного розпису – это 7-годовый курс. Аналогу в учебной программе, по которой навучают тут, нема больше ни где у Гомельской области. После пятого класса нужно сдать уже две дипломные работы. А с початковых курсов, с мастер-классами и на прогляды детей сюда приходят члены Союза мостоков Беларуси и выкладчики колледжа у мостатства. Работами школьников зацекавилися выставочные залы Гомеля. У дебютной экспозиции «Свет фантазий на шкле» больше, как 20 работ. Сирот их, аутар и селетние выпускники. Усё выканано профессийными фарбами. Правила – железная нава для початковцев. Техника тонкая. Каб позбегнуть наплыву, измешивание фарбов, выкористовують контурную пасту. На первой выставе презентовали натюрморты и пейзажи витражных мостоков. В уголе коля сотни былых вучнив Нины Гуслянцевой сегодня профессионалы с великой литры, некоторые высокозапотребованные в Европе. Я всех своих учеников абсолютно люблю. Гордость у меня. Мне очень приятно, когда они держат со мной и поддерживают контакт. И я знаю, как складывается их будущее. Конечно, сначала я, наверное, не понимала, что это какая-то миссия. А теперь вот есть такое. Потому что, мне кажется, все-таки частичка моей любви, добра и моего опыта. И, ну, все, что я знаю, я в них вкладываю. И это потом расцветает. А если они еще превосходят своего учителя, то это для меня просто комплимент. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, телерадиокомпания «Гомельпры» Патрым ЦАТН. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Спасибо за внимание. Сочите за эфиром. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Думал, что удачно съездил на гастроли в соседний район, но счастье длилось недолго. Калинковичские правоохранители задержали вора, похитившего без малого бочку солярки. В ночь с 21 на 22 декабря неизвестный, находясь на территории песчаного карьера судовица вблизи деревни прудок Светлогорского района, похитил из баков карьерной техники 176 литров дизельного топлива на сумму свыше 270 рублей. Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Калинковичского РУВД, а также оперативники из отделения уголовного розыска Светлогорского РУВД провели совместные оперативно-профилактические мероприятия. В результате вышли на след неработающего 41-летнего жителя деревни Казанск Калинковичского района. Мужчина, проделав пусть 40 километров, приехал в карьер на личном транспорте, слил с бензобаков дистоплива, после чего отвез его к себе домой. Сотрудники милиции вовремя прибыли по месту жительства подозреваемого. Мужчина не успел реализовать похищенное топливо. А тот факт, что автомобиль задержанного работает на бензине, говорит о том, что похищенная готовилась на продажу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, похищенная изъята. В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися в последние дни на территории Гомельской области, значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Некоторые из них закончились весьма печально. 22 декабря около 15 часов на автодороге Жлобин-Рогачев вблизи деревни Лучин водитель автомобиля Ниссан-Премьера, двигавшийся со стороны Жлобина в направлении Рогачева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Аудио А6. В результате ДТП скончались три пассажирки Ниссан-Премьера, жительницы города Рогачева в возрасте 49, 50 и 57 лет. 27-летний водитель Ниссана и его 57-летний отец, ехавший на переднем пассажирском сидении, также жители Рогачева госпитализированы. Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, ставшими очевидцами ДТП с просьбой сообщить информацию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. В Гомельском районе 24 декабря 50-летний водитель, управляя автомобилем Киева Спартеич и двигаясь со стороны Гомеля в направлении Речицы, при выборе скорости не учел погодные условия, задел разделительную полосу, после чего выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем Скания. В результате ДТП водитель и 48-летняя женщина пассажир-кроссовера от полученных травм скончались на месте, а находившаяся на заднем сидении их 24-летняя дочь госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы. Следственный комитет проводит проверку, назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательны, особенно в сложные погодные условия. Дабы не обращать себе новогодние праздники, соблюдайте дистанцию, не превышайте разрешимую скорость движения, а также всегда учитывайте состояние проезжей части. Снова горело. Гомельская многоэтажка на улице Советской 97 опять попала в сводки МЧС. На прошлой неделе мы сообщали о возгорании бытовок на лестничной площадке. Вчера пожар произошел в квартире и едва не забрал человеческую жизнь. Около 11 утра спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили сообщение о возгорании в этом доме на третьем этаже. По прибытии к месту в однокомнатной квартире наблюдалось сильное задымление. Выбив входные двери, пожар сумели потушить соседей еще до приезда спасателей. На полу кухни лежали остатки сгоревшего полотенца, воспламенившегося в момент, когда хозяйка снимала кастрюлю с газовой плиты. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили в ванной комнате квартиры пострадавшую пенсионерку и передали ее для осмотра медицинским работникам МЧС. Женщину с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализируем медицинское учреждение. В результате пожара огнем повреждено имущество на кухне. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Медальный дебют. Гомельская команда «Энергия» завоевала бронзу Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Финал турнира проходил в Гомеле. Волей жребия в полуфинале в сопернике команде Дмитрия Лихорада достался действующий обладатель трофея «Столичный строитель». В первом же сете гомельчане показали записному фавориту, что матч легкой прогулкой не будет. Менчане взяли первую партию с преимуществом всего в два балла 25-23. Второй сет достался «Строителю» куда легче 25-19. В третьей партии отступать было некуда и хозяева паркета уперлись изо всех сил. Однако в концовке нервы вновь оказались крепче у Менчан. 28-26 в финале «Строитель». Мы прекрасно понимали, что во вчерашней игре нам будет очень тяжело играть с обладателем Кубка и неоднократным чемпионом страны. Но они молодцы, они показали в той игре максимум, что мы могли. Во второй паре также был нерв. Борисовский Батэ БГУФК показал характер и смог зацепить одну партию в матче с оригорским шахтером. На следующий день игровую программу финала четырех открывал поединок за бронзу. Энергия, хоть и с подпорченным настроением от полуфинального поражения, но с необходимой концентрацией берет первое в истории команды награды. Батэ обыгран более чем уверенно 3-0. Важно было выиграть, потому что строится история команды. Первый сезон все с нуля, с чистого листа и как бы стать призерами это очень дорогого стоит. После вчерашней игры еще волнение было, поэтому первая партия получилась сначала такая комканная, соперник ушел в отрыв, но тем не менее потом оставшуюся игру мы держали под контроль. Это маленький успех, но на данный момент да, хотелось бы играть в финале кубка, но мы все прекрасно понимаем, команда только образовывается, все становится на круги своя, поэтому к концу чемпионата я думаю на бронзе мы не остановимся. У солигорского шахтера в отчетный вечер также был дебют. Горняки впервые в своей истории выиграли кубок страны, обыграв в пяти партиях строитель. Завершился первый круг регулярного этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу. Два представителя нашего региона в четверке сильнейших. Гомельский ВРЗ в пятнадцатом туре без проблем обыграл одного из аутсайдеров. Щучин 6-0 и сохранил за собой лидерство. Быче, уступая по ходу матча 1-3, одолела Борисов 900 на его поле 7-5. Железнодорожники замыкают квартет сильнейших. Светлогорский ЦКК на домашнем паркете не смог совладать со столицей. Поражение 1-4. В турнирной таблице ЦКК располагается в шаге от зоны плей-офф. На девятом месте. Хоккейный клуб Гомель одержал очередную победу в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралигии. Основное время поединка против молодежной сборной Ю-20 завершилась в ничью 2-2. В составе Рыси отличились Перегуда и Хузеев. У молодежки голевые броски записали на свой счет Карелов и Игнатов. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов Гомель оказался точнее. Решающий бросок исполнил Соломонов. Завтра Рыси дома играют с Гродненским Неманом, а Металург в Жлобине встретиться с Лидой. Гомель-2 в очередном туре высшей лиги хоккейного чемпионата страны разжиться очками не смог. Рыси на выезде дважды встречались со столичным юниором и дважды были биты. В первый день подопечные Владимира Магдеева уступили 3-5. На следующий день поражение было куда более болезненным 4-10. В турнирной таблице гомельчане сохранили за собой второе место. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok